ну и с вами вишняков андрей приветствую вас из нашей самоизоляции продолжаем цикл эфиров про темы которые всплывают в нашем коронакризисе вот и у нас такой блок идет про отношения про начало отношений завершение отношений вот если у вас есть какие-то вопросы связанные с отношениями что у вас в карантине происходит ну и в основном мы про то какую жизнь да вот выходя из карантина да то есть как жить той жизнью которой хочется может быть вот карантин у вас каким-то образом высветил какие-то темы там это может быть и тема одиночества и тема не знаю там там подводной лодки с тем с кем вы живете может догоняет что-то из прошлого может вы там в интернете сидите там перелистываете какие-то там фотографии или аккаунты своих бывших вот или вы там уже там в тиндер сели там и там не знаю перебираете с целью там новых отношений или задумались связи с этим карантином над тем что а чё это я карантин встречают там один одна и там задумались почему у меня там в отношениях может наоборот вообще-то там осознали что и отношения на хрен вам не нужны так я приветствую к нам вот кто со мной здоровается да поэтому если есть вопросы то задавайте и там несколько вопросов мне уже там кто-то спрашивал в директе и вчера там не все закончили вот запись эфира как она если даже сейчас пропадет вчерашнее да то есть там народ попросил меня и я стараюсь на youtube дублировать поэтому если получается я там записываю вот у нас вчера был такой блок большой про можно ли перезапустить отношения войти в одну реку дважды я вам так свою позицию про измены рассказал что в чем трудность почему там трудно и мне кажется вот если продлять тему да то есть как как конфликты не обязательно измены как они портят отношения вот как как она там разрушает а вот но если у вас уже есть какие-то вопросы вы там спрашиваете да то есть я так понимаю что аудитории тоже будет разная у кого-то нет отношений ему хочется у кого-то были отношения он не может завершить да и кто-то уже в отношениях и их как-то надо вообще нормальными сделать там да и как-то их обустроить сути во всех этих трех историях есть общее что отношения это близость близость это мы идем туда сердцем сердце это наш такая самая уязвимая часть это энергия мы не не там не очень говорили про это да но это энергия любящего да вот и я не совсем согласен с психологами называет вы там пост выложил про внутреннего ребенка да ну то есть традиционно относят вот чувство переживания к внутреннему ребенку и в том числе вот в работе стене интеграции они тоже пошли по принципу вот эту энерго любящего поскольку это продолжение рода контакт там секс вот и традиционно относится к внутренней ребенка чем я здесь не согласен ну дети сексом не занимаются даже внутренние понимаете поэтому если мы говорим о зрелых отношениях в том числе сексуальных отношениях зрелом контакте таком да то все таки это моя часть вот я мужчина да то есть моя какая-то мускулинная часть да то есть мужская часть да она каким-то образом включается да то есть вот ну или вы там взрослый человеческий сейчас еще раз говорю то есть ну там сейчас отношение между женщинами женщинами есть между мужчинами мужчинами вот я к этому абсолютно спокойно отношусь но если для людей так правильно ну welcome вот поэтому у меня были там они традиционной ориентации клиенты я не скажу что много но были ну работаешь точно так же не я я не вижу я особой разницы работает мужчина но он говорит заменяет слова женщина заменяет там мужчина там партнер то же самое у меня были клиентки там про женщину то же самое не вижу там разница вот я какой-то такой особый как психотерапевт каких-то там нюансов я их честно говоря не увидел поэтому я вот партнер партнерша вот там почему человек выбирает то или другое какое мое дело да это вообще не мое дело вот я туда вообще ник никогда и никак не лезу и людей не вылечиваю от этого нет контракта если со мной никто не проект не заключает кто я такой чтобы туда лезть человека хочется про отношения я работаю вот поэтому здесь вот я про что говорю да что я как взрослый там вот хочу такие отношения неважно с мужчиной женщину я хочу чтобы было вот так у меня это моя там королевская позиция про короля королева да я хочу вот так и мне кажется что не совсем корректно здесь говорить что мой внутренний ребенок там хочет с кем-то но это же не про маму это не про папу да ну то есть это про взаимность равноправные партнерские взаимные такие взаимо удовлетворяющие взаимо насыщающие отношения я все-таки я вам говорю я эзотерик я про взаимность немножко другую я про то чтобы там я своим партнеру партнерша до помогал развернуть его природу вот в силу там разных причин одному это и труднее вот не знаю мне например вот для чтобы развернуть мою мужскую природу но как бы делать это в присутствии женщине в том числе и про секс там в том числе приходит взаимодействие но для меня вот это вот как-то я чувствую что и правильно ну вот ну вот мне отношения с мужчинами не когда то есть меня внутри природа хочет развернуться рядом там женщины при этом я еще раз говорю то есть мне там одному там где-то там или в путешествиях или медитациях или живу сейчас один я снимаю квартиру я не спешу меня в этой квартире мне там очень нужна женщина нет у меня этого нет но я понимаю да что вот мне внутри да то есть для там ну там например отцовство материнства вот для детей например хорошо женщина и ну вот путешествовать мне не знаю с мужиком путешествовать честно говоря не очень вот я могу но мне нет мне нравится путешествовать женщина мне нравится в этом женская энергия мне нравится что я в путешествии организовываю там доехать как-то дрова там пространство а вот женщина берет на сайт не значит ну берет на себя кухню там или какой-то уют такой даже там не в путешествие не знаю что я не могу организовать я на полгода уезжал там в горы жил один но вот я помню вот это ощущение на иссыкуле например там уже был конец октября ноябрь холодно было там но он не замерзает иссыкуль ну дубяк ночью там до минус там 14 помню даже в ноябре был вот и я помню там когда я приехала как раз шли такие дожди а иссыкуль это все горы вокруг вот это вот такие маленькие они состоят из глины когда идет дождь там еще солончаки дикое такое место вот и это все превращалось в грязь я помню что я организовал там такие дорожки из камешков там песочком насыпал да вот это было прикольно я помню вот у меня такая печаль была да что это вот ну не с кем это разделить по этим дорожкам хожу только я я такой себе там там такая стена но как море там отходит там или приходит и там кастин а была я там организовал такой классный такой очаг как же помните кизиком топил на вот но это там дров то нет толком да вот коровьим дерьмом топил сухим вот и такой у меня классный такой прям духовка такая была Вот, и я помню вот эту свою печальку такую, да, что мне не с кем вот этот уют, а это прям уют, да, вот этот очаг, вот это хозяйство, да, что мне не хватает там, да, то есть женщины Вот если прислушаться, а если бы ты Андрей вот там с мужиками, да нет мне, это именно про мою какую-то такую мужскую хозяйскую природу, да Я помню, у меня прям вот печально, меня накатило так, да, какие-то чувства, видимо про детство что-то, ну, у матери отца не было там, да, там развод И может быть вот что-то про это, ну, на тот момент был там первый неудачный такой брак такой, вот, и может быть это что-то про мое какое-то желание иметь там вот какой-то очаг И может это там то, что полгода в горах я жил, уже там хотелось какой-то совместности, да, вот, и я понимаю, что я один там организовал вот эти все камешки И этот песочек, эту дорожку, там, там, все через это дерьмище, там, вот это вот, она же прям вообще там ногой наступил, там, и поднял, и там 10 килограмм вот этой, ну, вот этой грязи, да, вот И все у меня так было организовано, там, ну, прям вообще красота Вот, а поделиться было не с кем, да, то есть вот разделить, да, то есть вот такое отношенческое Вот, а сам мог, да, но хотелось с кем-то, вот эту мужскую хозяйскую природу хотелось с кем-то разделить, да Вот, поэтому здесь я за разворачивание, да, вот отношения, это про то, что помогать друг другу разворачивать вот какую-то свою энергию, да, там, участвовать Ну, не все ее умеют, не все хотят, и у нас довольно-таки общество там такое незрелое, я бы сказал, с точки зрения отношений, да, и много таких инфантильных реакций И много позиций такой, сделай для меня, вот, вот так, у мужчин, вот это такая вот Плюс еще мамы их развращают, и они вот, пришел, я денег принес, что тебе еще надо? Пришел, ноги там, там, на диван положил, там, ну, вот, и все, да, там, телевизор там или свой PlayStation включил, и все Ну, вот, есть и мужики у меня, есть клиенты там, да, там, жалуются Ну, мужики редко ходят на еженедельно, они чаще там, там, что-то колбасит, приходят Ну, вот, приходят, тоже жалуются, да, что жена так довольно-таки эгоистично его воспринимает И вот у меня все время, знаете, вот у меня, если вот, я не знаю, вот, как бы соединить тех мужиков, которым достаются какие-то там стервы, какие-то эгоистичные Вот их бы соединить с какими-то нормальными такими хозяйками, а вот этих нормальных соединить с этими, я все время думаю, как вот люди умудряются не совпадать Вот это, это просто какой-то парадокс, там, да, ты на людей смотришь, иногда смотришь, вот тебе один клиент пришел, другая клиентка пришла, да, и ты смотришь, они прям вот зеркальные, думаешь, так, у них отрезать, у этого отрезать эту, у этого, это их соединить, вот у них получилась бы прям идеальная такая семья Но вот сценарии, паттерны, к сожалению, приводят к таким вариантам, да, ну, зато у психологов есть работа на себе Так, у меня ветер поднялся, там, раздувает огонь, сам горит Так, что вам показать, как, сейчас покажу Ой, о, раздувает огонь, сильный ветер Вчера ураган был, сын, так, поменьше, но все равно дух Вот, поэтому здесь, вот про эту взаимность, да, вот эту взаимность Отношения, они не про ребенка И на мой взгляд, это как раз, вот, я не знаю, есть такой фраза или нет, но для меня она существует Зрелые отношения, зрелые, смотрите, мы до них дозрели, оба созрели Ну вот, по-честному, я не верю в зрелые отношения, когда один или одна созрел-созрела для отношений А другой еще в какой-то инфантильной позиции, да, ну, понятно, зрелых, совсем зрелых людей Попробуй еще поищи, тем более для отношений Но именно потребность делать что-то для другого Потребность что-то делать для семьи Потребность что-то вот создавать, да, то есть вместе творить Смотрите, главное, ключевое, это слово вместе Мы вместе создаем семью Я вам уже как-то в каком-то прямом эфире показывал, что семья это что-то отдельное Есть я, есть там мой партнер или партнерша, да А мы создаем семью, мы туда вкладываемся То есть семья это некая система, да, то есть которая потом возвращает что-то нам обоим Да, то есть, да, то есть вот мы туда вложили Какие-то там усилия, там, не знаю, как-то договаривались Вот, но если я для другого делаю, он для меня делает И мы вместе что-то создаем для нашей семьи То оттуда нам возвращается, да Какой-то уют, комфорт, принятие, да, какое-то тепло Поддержка в тяжелой ситуации, да Какой-то вместе фан какой-то, вместе развлекаемся там делаем, да Вместе путешествуем Вот, поэтому я вам говорил уже, я не сторонник, что семья это труд Вот это советское совоку, блин, почему труд? Что, зарплату нам платят за это, да, труд? Почему труд? Ну, если я нарисовал, вот мне нравится там рисовать, например, да Я написал красивую картину Ну, я могу сказать, это мой труд Ну, звучит странно, да То есть, это мой проект, мое творчество, мой продукт какой-то, да А вот мой труд Ну, наверное, если мне денег за это платят, это мой труд Так и семья, это мой труд Ну, давай трудиться То есть, если вы работаете там 8, а сейчас там 10, там, или на удаленке 12 часов вы работаете То есть, у вас вот вечера, вы пришли, и вы трудитесь над семьей, да Выходные у вас, вы трудитесь над семьей А если еще и дети, тяжелая работа То вот вы пришли в этот мир, вы пришли поработать А если вы еще ходите к психологам, к коучам, на тренинге Вы еще работаете над собой То есть, вы в этот мир пришли У вас выходных нигде нету, да То есть, вы пришли и пашете с утра до ночи Я в этот мир пришел пахать, да То есть, это труд Быть в этом мире бытие, да Это тяжелый труд Быть человеком – тяжелый труд Быть этим духовным существом – это тяжелый труд Ну, наверное, если сходить из буддизма, что жизнь – это страдание, да То, наверное, вот, да, это труд, страдание Бытие – оно такое, как есть Иногда это труд, иногда это радость Да, это жизнь Кому-то эта работа может быть тяжелейшим трудом Кто-то вообще там как пытка это воспринимает, да Кому-то это в радость может быть Кому-то отношение – это вообще такой нужняк Это просто людей прямо вот за горло берут, да А кто-то в них идет, и кто-то радость У меня немножко вот в сторону, например Я учился, когда на телесториентированный терапевт Там на бодинамике датчане вели У нас такая группа большая была Огромная такая группа, я не помню, человек 40 или сколько И приехали какой-то уикенд Он уикенд был дурацкий, все такие плевались, потому что они иностранцы что-то ввели уикенд А это уикенд, это 4 дня, это даже не уикенд, а 4, ну там как бы сдвоенный был такой уикенд Вот, денег это стоило до хрена Вот, в евро причем Вот, и какой-то был уикенд, расскажи там про прошлое, про какое-то свое событие Какие-то самые такие тебя насыщающие события в жизни Вот, и для моей матери, у нее вот дети, семья, это вечно Она говорит, о, дети, такой тяжелый труд Вот, и она все время 4 работы, и вот она вот героическая Она вот это все, и мы родились Вот она про меня говорила, что вот У нее трудная беременность Я у нее вот весь, все зубы у нее съел Вот у нее кальций, зубы вот у нее там рушились И вот Андрей такой вот Плюс я родился, брат легкий А я родился что-то там, только по 4 килограмма я такой И высота такой была И вот ей было тяжело, плюс, ну там куча всего, да И вот я от матери всю жизнь слышал, что труд И вот здесь группа большая, и там на группе большой делится там Женщина там, и вот одна там рассказывает, что О, у меня самый такой божественный мой опыт Самый такой вообще, я Богу благодарный И вообще я пережила самые такие классные моменты в моей жизни Это рождение ребенка Там, да, и вот для меня ребенок это все Я такой слушаю, у меня такой, блин А мне там было лет 40 уже Вот, и я такой, что-то я это, у меня раз такой От одной, одна рассказала У меня раз такой, крыша такая Блин, как это мать говорила, что вот это все Это вот эта беременность, роды, там порвалась Она же там у нее не отошла, там плацента И там тут же там на операцию То ли выживет, то ли не выживет Повезло, что это было вот Как там, не могу выговорить На Арбате вот, Гаубермана Роддом был, вот Отвезли ее, потому что она военная была Там отвезли ее туда Вот, и там был какой-то Повезло, что врач был в этот момент Там главный, это хирург И он там сделал эту уникальную операцию Под общим наркозом Вот она, то есть вот И тяжело все это И грудью она меня там кормила Хрен знает сколько, и я из нее все выслал И она там плюс вынуждена была там ясли на работу И вдруг женщины делятся, да, что Оказывается, что вот рождение ребенка Там беременность, там, да, кормление Это самая большая радость жизни Потом раз, вторая рассказывает Третья рассказывает И я такой прихренел, да То есть оказывает, что так А так бывает, так можно, да Так можно быть, ну, как ребенком Быть не нагрузкой для матери, да А быть счастьем для матери, да Быть вот чем-то, что он насыщает То же самое отношение То есть отношения могут быть Вот этим тяжелым трудом, работой Когда мы там пашем, когда мы там преодолеваем Да, а может быть радостью А когда мы пашем преодолеваем? Ну, когда мы тащим семейный сценарий Тащим что-то недоделанное Недопрожитое Когда мы тащим мамину модель Там отношений семьи Папину модель, да То есть мы бабушек туда То есть получается, это вам кажется Вот вам честно говорю Вам кажется, что я там вышла замуж За этого мужчину Нет, нет Вы вышли замуж за него За его маму За его папу Не важно, даже если развод был За его бабушек За его дедушек Прабабушек, прадедушек То есть вы замужем Замуж там, да Выходите за целую систему Она внутри в психике Вашего мужа Даже если вы со свекровью Ни разу Она, может, уже даже ее в живых нет Из свекра Может, он сирота круглая теперь Но Он же что? Он где? Он как в американских фильмах Из пробирки родился У них Фильм начинается Вот раз Человек из ниоткуда И вот у них события То есть в американской Не знаю, как они так Сценарии пишут Человек без истории Вот он такой Раз, все Вот у него с этого места Началась жизнь Вот все Так не бывает То есть он прожил свое детство Он вырос в этой культуре В социальном Стратосе Там, в системе Там, да Какой-то Со своими установками Со своими друзьями Там, не знаю Где он В большом городе Или в поселке Школа была престижная Непрестижная Там, английская Поэтому здесь Вы как бы сталкиваетесь Да И хорошо В идеальной картинке мира Что вы взяли Просто мужчину Зрелого У которого Не фонят Какие-то детские сценарии Паттерны Его В идеальной картине Не фонит его мама Называется Материнский комплекс Да То есть Вот как бы хорошо Взять мужика У которого Нет материнского комплекса Просто зашибись Вот что у него Внутри Ни одной темы Про мамы нет Ни темы власти Ни подростковых протестов Там, да То есть Ничего вот у него Да То есть Ни тема одиночества Ни тема Что он маме Что-то должен Нигде он там Для нее не был Каким-то там Не знаю Там Эталоном Нарциссический Это Вот вы берете Чистого мужика У которого Вот Все Все Там Какие-то Темы Травмы Про его маму Они Вдруг Неожиданно Закончились Вот чисто Чисто Такого мужика Просто все Такой готовый Король Такой Все Хорошая картинка Да То есть Просто замечательно Вот А мужику тоже Да Вот бы ему досталась Жена У которой Тоже Она уже Не имеет Там Каких-то Там От своей Мамы Каких-то Установок А лучше Еще От бабушек Не умеешь Установок И чтобы У нее Не было Там Этого Каких-то Незавершенных Там Про папу Ожиданий Или злости Там Вот Вот Как бы Хорошо Да Чтобы все Выходили Замуж И женились В этой Чистой Картинке Поэтому Работа И труд Он возникает Там Где 99 1% Это Где мы Как взрослые Пытаемся Там Договориться Да Здравствуйте Кто присоединяется Вот Вот И меня Мам в этом роддоме Родила Прекрасно Мы Эти Как Земляки По роддому Вот А его Кстати Нету Я там В интернет Залезал Его Что-то там Закрыли Не знаю Почему Но его Закрыли Поэтому Мы Трудимся Над тем Что Пытаемся Как-то Совладать Как-то Справиться Как-то Договориться О том Чтобы Наши Вот эти Семейные Системы Да То есть Они Совпадали И Здесь Техника Безопасности Не нажимать Другому Да Не нажимать На его Болезненные Точки Да Ну То есть Если Например У него Мама Там Была Давящая Там Не знаю Там Зудела Или Властная Ну Значит Ваша Задача Как его Женщины Да Не быть Давящей Властной Зудящей Да Если Вы В силу Там Не знаю Почему-то Из своей Семейной Системы Вышли С ощущением Что Мне надо Быть Властной Или Вы Там Решаете Проблему С помощью С помощью Вот Этого Зудей Вы Попали То есть Для вас Это Может быть Как дышать Ну Я Делюсь Как бы Рассказываю Свой опыт Например У меня Мать Она Я говорю Там На четырех Работах Она Вообще Она Приходила Она Не разговаривала Моя Мать Только Орала Вот Она Пришла Это Не так Это Не так Вот Она Орала Там Психовала Что-то Там Ну Либо Порола Нас Она Вот Чтобы Я Свою Мать Чтобы Она Спокойно Разговаривала Я даже Не слышал То есть Она Все Время На Повышенных Тонах Плюс Она Там Была Там В армии Телефонист Потом Работала В котельной И у Нее В одном Ухе Там Шум У нее Какой-то От этого Развился Там Ну И Не очень Хорошо Слышит И Из-за Этого Она Видимо Тоже Она Очень Громко Так Все Говорила И Андрей Когда Я Там Эмоционально Завожусь Я Тоже Становлюсь Громкий И Вот Для Многих То Что Я Громко Разговариваю Ну Для Многих Если Они Выросли В Тихой Семье Такой Интервентированной Где Там Друг Другу Пылинки Сдували Например Ну Для Них Андрей Вишняков Это Я Не знаю Это Такой Камнепад Такой Гром Для Них Вот Мой Шопот Для Них Будет Это Просто В Ущелье Там Где-то Скатилась Огромная Там Глыба Какая-то Которая Подняла Кучу Шума Вот И Поэтому Здесь Ну Здесь Нам Приходится Иметь Дело Да Вот С Чужой Семейной Системой Да И С Какими-то Ограничениями И То Что Я Вам Говорил Позавчера Да То Если Например Мы знаем Эти Ограничения Мы знаем Что Человек Вырос Например Вот Я Андрей Буду Знать Что Моя Жена Например Выросла В такой Тихой Спокойной Семье В их Семье Не было Принято Громко Говорить Или Ругаться Матом Вот Но Если Я Там Как-то Стараюсь Как-то Для Отношений Да То Я Буду Стараться Не Орать Там Не Ругаться Матом Не Знаю Тоже Самое Женщина Да Ну То Если Она Понимает Что Ну Не Знаю Мама Такая Была Там Не Знаю Ходила Ему Мозг Выносила Была Зануда И Приставала Но Будет Ограничивать Своё Приставание Или Найдет Какую-то Там Форму Наиболее Для него Такую Там Безопас Не Знаю Писать Записочку На Холодильник Вместо Того Чтобы Ходить Там Напоминать Или Там Вешать Записочки На Каждом Углу Чем Там Ходить Ему Там Там Проедать Мозг Вот И Это Выгодно И ему И ей Понятно Один Что-то Там Не знаю Там В себе Пытается Там Как-то Вот Побороть Там И Как-то Совладать С собой Другой С собой И Это Есть Ну В каком Смысле Это Труд Труд В этом Случае Труд Это Делать Что-то Со Своей Психикой Понимаете Труд Это Значит Внутри Убирать Свои Какие-то Паттерны Убирать Наработанные Какие-то Модели Поведения Да Убирать Какие-то Свои Такие Ну Привычные Эгоистичные Вещи Ну Если Там Один Курит Другой Нет Ну Тоже Вот Иногда Жалуются Да Можно Выйти Там Покурить На балкон Там Да Конфликт Да Ребенок Рождается Мужик По привычке Там Курит Еще Или Он Там Вышел На лестничную Клетку А все равно Весь дым Приходит Там В дом Там Да Ну То есть Вот Для женщины Важно Это Да Ну То есть Для мужика Такая Работа Да То есть Я могу Там Курить На диване Да Там С пивком Там Да Или Я понимаю Что Там Жене И ребенку Это Не очень Комфортно Да То есть Я Выйду Там На балкон Выйду Да Там Или Я Там На личную Клетку Там Куда То Уйду Вопросы Почитаю Так Так Кручу На начало Извиняюсь Так С кем Не поздоровалась Здороваюсь Так Сейчас А почему У меня Один и тот же Человек Несколько раз Значит Видимо Перезаходил Так Вы пока Думайте Над вопросами Так Вот Читаю Вопрос Отношение Прежде всего Близость Это Про взаимность Соглас Ну это Не вопрос А констатация Ну да Я начал Кто присоединился Я просто Тему не стал Раскрывать На другой Смотрите Про близость Мы Вот то что я говорил Про внутреннего ребенка Не совсем так Мы соединяемся Нашими самыми Вот этими Близкими частями Своими сердцами Да То есть Это наша Энергия любящего Да К любящему Скорее так В круг любящего Входит в том числе Внутренний ребенок Девочка или мальчик Но любящий Это шире Это просто Энергия наших чувств Нашей такой Ранимости Нежности Нашей открытости Это вообще Про открытость Мы не можем Смотрите Если мы Закрыты Что показать Не знаю Ну не знаю То есть То есть Если мы чем-то Закрылись Да То есть Если мы Закрылись Ну да Это кайфово Я закрылся От мира Там Да То есть Я так От На меня Напасть Невозможно Да То есть Я все Закрыт Для отношений Ну так Этому миру Открыт Открыт Этому миру Открыт Открытости Безопасности Такой Да То есть Открытости И Умение Закрываться Да То есть Вот умение То есть Риск Если я Слишком Открытый Мне плюнут В душу Да И есть люди Да Которые ходят Они такие Чрезмерно Открытые Да То есть И Задача заключается В том Что они Настолько Открыты Ну они Лезут туда Где этой Открытостью Пользуются Им Манипулируют Их Обижают Да То есть И конечно В таком мире Наверное Предельно Открытый Человек Это Наверное Святой Человек Ну то есть Да Там Их На плаху Бросали И там Христа На кресте Распяли Да То есть Вот эта Максимальная Открытость Но Здесь Конечно Большой Такой Риск С такой Открытостью Да Что За эту Открытость Тебя И Как бы Общество Растерзает Да Вот Поэтому Ну Мы Все-таки Люди И в этом Смысле Я вам говорил Про энергию Воина Воительница Да То есть У нас Мы можем Хорошо Открываться Только тогда Когда мы Можем Говорить Нет Тогда Когда у Нас Любой Момент Если Человек Ведет Себя Грубо Если Он Нам Помойку Скидывает Туда Если Он Нами Пользуется По Хорошему Наша Энергия Для Отношений Мы Открываемся Это Я вам Уже Такой Может Быть Не на сегодняшний эфир Но я вам Такой Мостик Скидываю По Настоящему Мы Можем Открыться Только Тогда Когда мы Способны Себя Защитить Когда мы Способны Сказать Нет Когда мы Способны Отстоять Свои Интересы И только Тогда Когда ваша Внутренняя Девочка Или Когда Внутренний Мальчик Да Он Чувствует Что Он Прикрыт Что Он Может Выйти В этот Мир Да То есть Он Будет Выходить И Будет К Отношениям Готов Поэтому Если Ваши Там Истории Да То есть Вот Если Ваши Истории Были Отношения В которых Вы себя Не отстояли Не защитили Знаете Как у Бандитов Не вписались За своего Внутреннего Ребенка Да То есть Вовремя Не ушли Я вам Уже говорил Про тему Терпения Да То Эта Часть Закрывается То есть Ваш Риск Менеджер Да То есть Он Закрывает Отстраняет Энергия Мага Да То есть Отстраняет Спросили Там Про энергию Женского Варианта Мага Да То есть Вот Отстраняется Да То есть У женщины Вот этот Контакт Закрывается Она Как бы Больше В чувства В такие Искренние Переживания Она Больше Боится Идти Да Поэтому Если Вы хотите Настоящих Отношений Искренних Теплых Но Прежде всего Как ни парадоксально Прозвучит Это не про чувства Чувства С чувствами Человек Все в порядке Не надо им мешать Это вода Если Не делать Плотины Если Никак Ее Не забаррикадировать Там Бобры Там Не пилят У вас Там Что-то Она Просто Течет Это Ее Природа Природа Вот этого Энергии Любящего Внутреннего Ребенка Это текучесть Ребенок Он весь текучий Он течет Его это чувство Их невозможно Становить Он то плачет То злится То смеется Они текучие Они текут Не надо с ними Ничего делать Не надо им мешать Да То есть Они там Поплакал Поплакал Позлился Там Не знаю Вот Порадовался Да То есть У ребенка Это такое Вот открыто Но Ребенок Естественно Он живет Где-то Ему сделали В отношениях Больно Где-то Он Натолкнулся На что-то И он Учится Там Закрываться Поэтому У нас У взрослых Смотрите Разница Между детьми И нами Ребенка От Внешней Агрессии Наездов Обесцениваний Манипуляций Должны Обязаны Защищать Его Родители Бабушки Дедушки Ну то есть Близкие Семья Это Их Работа Ребенка Защитить Чтобы он мог Прыгать Играть Радоваться Там Влюбляться Во все Что подряд Да То есть Испытывать Такой предельный Кайф от жизни Да То есть Это его природа Детская такая природа Сливаться с этим миром Там Да Развиваться Ну где-то там Потом взрослые Как-то его там Вовлекают В такие Взрослые Как-то там Темы Там Ответственность Еще что-то Но маленькие дети Да То есть Их задача Конечно Разворачивать Свою Вот эту Детское Любопытство Природу Вот эту Непосредственность И поэтому Есть разница Между детьми И нами Потому что Детей защищают Реальные Родители Или там Бабушки Дедушки А мы Своих Вот этих Самую свою Такую ранимую Нежную Любящую часть Открытую Энергию любящего Должны Должны К сожалению Или к счастью Защищать Уже мы Взрослые Сами себя То есть Энергия Нашей королевы Короля Должны давать Приказы Такие приказы Заданию Энергии Воина Или воительница Включайся Если этот человек Не экологичный То есть Если он тебя обижает Если он манипулирует Тобою пользуется Ну Доспехи Оттолкни его Уйди от него Да То есть Вот эту ранимую часть Вашу внутреннюю Ну там Иногда говорят психологи Девочка Мальчика А я Скажу Что нет Внутреннюю Вот эту ранимую Женщину Внутри Ранимого Мужчину Внутри Да Вот эту часть Открытую Самую непосредственную Часть Энерголюбящего Должна защищать Ваша Вот эта Воинская часть Если мы Ведем речь Когда психологи Говорят О ты должен Защищать Своего внутреннего Ребенка Вот честно Могу сказать Если так Вот Вот поверьте Вот психологи Наверное скажут Ну Андрей Я про это говорю Не первый раз Вот Но Если внутри Продолжает жить Этот ребенок И вы его защищаете И у вас внутри Все еще есть Родители Ребенок Но это расщепление Это все равно Не зрелость Это расщепление Это хорошее Я вам там написал Про внутреннюю ребенка Еще раз говорю Это хорошая конструкция На момент Психотерапии На момент Излечения И да Смотрите Да Нужно защищать Внутреннюю девочку И внутреннего мальчика Если этого Не делали Родители Не делали Близкие И вы Внутри Накачиваете Вот эту Вот функцию Да Функцию Вы учитесь Вы осваиваете Вы учитесь Правильной модели Идеального Родителя Идеальной Королевы Короля Тогда вы должны Внутри Делать что-то По отношению Действительно К раненому Внутреннему ребенку К этой своей Раненной части Того что не делали Родители Но это На период Пока у вас Идет исцеление Дальше Это просто Внутри Ваша Там Энергия Воина Короля Защищает Вашу Вот эту Ранимую часть Ну Разве Не может быть Женщина Да Чувственной Ранимой Но почему Это только Про девочку Я не понимаю Ну почему Ну почему Психологи Придумали Эту страшную Конструкцию Объясню Мое мнение Ну потому Что психологи И в психологи Не идут Все Особенно Психотерапевты Ну не идут Психологические Люди Не имеющие Проблем Вот что Он там Будет делать Вот Нахрена Человеку Становиться Психологом И идти В психотерапию Если у него Нет проблем С психологией У него Что больше Заняться Нахрен Нечем Конечно То идут люди Да Раненые У которых Которые В 99% Случаях Под видом Хочу учиться На психолога На психотерапевта А то и Последствия Там обычно Это человек Пошел Подлечиться Денег Потратил Много Времени Много Потом Понравилось Помогать Людям Исцелять Сам Исцеляется Иду Для того Чтобы Подлечиться Справиться Своими Проблемами Ну а До кучи Ну а Че Нет Хожу На психоанализ 10 лет 900 часов 10 лет Потратил Че бы самому Не стать Психоаналитик Поэтому У психологов Вот у Психотерапевтов Даже у Таких Которые Проработаны У них Остается Внутри Эта Конструкция Позаботься О своей Внутренней Девочке Какого Хрена Почему Эта Девочка А что Внутри Нет Вот этой Женщины Ранимой Внутри Чувственной Вообще Это энергия Афродиты Энергия Венеры Да Энергия Такой Непосредственности Энергия Близости Энергия Впитывания Энергия Впитывания Всего Всего Этого Мира Да Это Такая Нежная Женская Такая Ну почему Почему Это только У ребенка Почему Это не может Быть Взрослый Я не понимаю Почему Нужно Вот внутри Прятаться За этой Конструкцией Что Эта Девочка Сексом Тоже Будет Заниматься Эта Девочка Вот То С чего Я Сегодня Начал Нет Я За то Чтобы Если Человек Проработался Если Он Внутри Интегрирован Но Эта Энергия Шакти У Шакти Много Ипостаси Эта Иська Энергия Очень Нежная Очень Ранимая Да Женщина Может У нее Может быть Энергия Кали Она Может Включиться В работу У нее Есть Энергия Там Афина Она Может Быть Умной Да Она Может Быть Королевой Там У нее Даже Может Быть Энергия Геры Там Которая Про Отношения Да Жена Зевса Да Она Может Организовывать Балы Энергия Ревности Такой Да У нее Может быть Деметра Это Мать Да Она Заботится О своих Детях Но Это Олимпийские Богини Это Архетипы А Девочка Там Всего Один Архетип И то Психологи Перегинают Палку Потому Что Это Архетип Хоры Персифоны Дочки Дочки Деметра Да Вот Но И то Она Стала Женой Аида Да То есть Она Стала Персифоной В итоге Она Все равно Она Жена Аида Да То есть Это Такая Все равно Такая Энергия Да Там Как бы В психике Есть Энергия Коры Из-за которой Кто В подземный Мир Спускался Геракл По-моему И то же Самое Мужчина Что Мужчина Не может Быть Романтичным Нежным Это Что Только Ребенок Если Мужчина Ну Не знаю Чувственный Да То есть Если Ему нравится Обниматься Не знаю Нравятся Какие-то Прикольные Такие Теплые Вещи Не знаю Не знаю Вот он Какой-то Не знаю К детям Он нежный Если ему нравится Встречать Рассвет Ну Тоже Это В нем Это Есть Это Природа Да И вот Здесь Очень важно Да Очень важно Да Вот Именно В отношениях Искать Вот это Да То есть Искать Вот это Вот Взаимодействие Не пытаться Не пытаться Доделать Что-то Что не было У меня В семье Не пытаться Отжать Что-то Что Не прозрелое Не провзрослое Да То есть Вот И это Есть Когда я вам Говорю Про зрелые Отношения Да То есть Что мы До чего Дозрели Мы Дозрели Как раз До того Чтобы Не фонили В нашей Семьей С этим Мужчиной С этой Женщиной Да Чтобы Вот эти Внутренние Наши Я их Все равно Считаю Ранеными Детьми Которые Что-то Не дополучили В своей Семье Которые Что-то Еще хотят Даже Эгоистичные Какие-то Желания Это все равно Что-то Какие-то Потребности Которые Не были Реализованы Собственной Семье И вот Эта Близость Да Это Близость Да То есть Это Вот Это Максимальная Открытость Двух Взрослых Людей Но Смотрите На период На период Пока мы Наши Две Семейные Системы Смотрите Пока мы Их Соединяем Мужчина Же Тоже Он же Приходит В семью Где там Он вместе С женой Получает Ее маму Ее папу Ее бабушек Дедушек Да И вот На этот Период Пока Наши Тараканы Друг об Друга Там Как-то Резонируют Подымаются Наша Вот эта Семейная Система Новая Она Подымает Все Что Застряло Из нашей Семейной Системы Из жены И семейной Системы Мужа Они Друг друга Как бы Заражают Заряжают И внутри Вот Прет Прет Все Что Вы Туда Притащили И конечно Там Будет Инфантильная Реакция Там Одного Там Жены Инфантильная Реакция Мужа Будет Да И Здесь Такая Задача Да Задача Вот На этот Период На этот Период Да Уметь Говорить Нет Умение Отстаивать Свои Границы Да То есть Умение На чем-то Настаивать И при этом Там Должна Быть Ну Хорошая Такая Энергия Короля Королевы Да Понимать Что Другой Не идеален Это Тоже Энергия Короля Таковость Вещей Так Есть Я Не Женился На Идеальный Такой Подходящий Мне Женщине Я Беру Всю Семейную Систему Я Беру Ее Вместе С тем С чем Она Выросла Да А я Беру Мужа Вместе С его Семейной Систем С тем С чем Он Вырос И должно Быть Немножко Такое Сострадание Такое Сопереживание Что Человек Он Вот в этом Всем Находился Да И немножко Так Снижать Свой Ну Свою Такое Требование Пожелание К другому Да Что Он Вот Сразу Сразу Вот Станет Таким Как Вам Хочется Нет И здесь Как раз Вот это Умение Идти Друг Другу Навстречу Называют Почему То Договариваться Ну Вот Как Юрист Я Понимаю Там Договариваться Но В договоре Есть Какие-то Две Стороны Взаимные Какие-то Интересы Но Я Не Сторонник Распространять Вот Эти Сделки Я Сделку Со Своим Мужем Сделка С моей Женой Ну Как-то Знаете Звучит Я Бы Здесь Какое Другое Слово Не Про Договариваться Да Ну Не Знаю Взаимно Например Договариваться Уж Хотя Бо Находить Точки Соприкосновения Слышать Друг Другу Энергия Короля Королева Да То Быть Быть Вот С Другим Ну Вот Я Не Знаю Если У Вас Есть Там Какое Слово Чем Заменить Слово Если Меня Там Смотрят Юристы Да Ну Не Знаю Вот Там У меня Мой Преподаватель У кого Курсовики Потом Диплом Писал Она В Америке Она Там Работала Занималась Усыновлением Детей Потом Это Там Понятно Наша Власть Прикрыла И она Вернулась Сюда Вот А Вот И Она Горел В Америке Вот Брачные Договоры Вот Она Тоже Так Вот Там Тема Была Про Эти Брачные Договоры Ну Она Говорит У нас Это Было Так Раскручено Вот У них Брачные Договоры Она Говорит Там Это Такой Минимальный Процесс В Америке Это Какие-нибудь Там Звезды Бизнесмены Это Те У кого Действительно Есть Что Делить Да 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 То Это Люди Которые Ну У них Заработки Там Выше Среднего Да То Действительно Там При Разводе Есть Что Терять И Сама Вот Эта Идея Брачного Договора Когда Ты Там Женишься Да И Вот Что Ты Уже Там Смотришь А Как Мы Будем Делить Имущество При Разводе Да Она Так Немножко Она Вот Это Отношение Открытости Любви Она Так Немножко Как бы Немножко Корябает Да Поэтому Здесь Вот Не про Договоренность Там Мы договариваемся Просто Не знаю Вот Я тебя люблю И ты мне Что-то сообщаешь Я постараюсь Это учитывать Я учитываю Твой интерес Ну Я тебя слышу Вот Я Как-то Я меняюсь Я подстраиваюсь Под тебя Да То есть Я встраиваюсь Потому что Тебе важно Мне кажется Важно В таких Действительно Зрелых Отношениях Уходить Вот От этой Сделки И Как же Я вам говорил Слово-то Вытесняю Когда я вам говорил Позиция Выигрыш Выигрыш Должна быть Вот это Когда я Как же Он слово-то Называется Не подстраиваюсь Компромисс Вот Компромисс Мы ищем То есть Я Я уступаю Что-то Теряю Цент Ты уступаешь Но я вам говорил Ну Компромисс Это какая-то Странная Вещь Потому что В ней Нет Смирения В ней Нет Принятия Например Я меняюсь Где Я могу Я меняюсь Потому что Я люблю Человека Я уважаю Я его ценю Да И мне Приятно Меняться Да То есть Мне Приятно Смотрите Мне Приятно Для Другого Каким-то Образом Что-то Делать Если Это ему Кайфово Ну Например Взять Там Секс Ну Если Человек Нравится Такой Секс Там Да Я Например Этого Не делал Но Я вижу Что ему В этом Хорошо Если Мне Это Не стоит Ну Не знаю Мне Это Физически Не больно Но Я Сижу Что Ему Это Нравится Ему Это Приятно Если Человек Меня В сексе Слышит И Он Тоже Учитывает Мой Интерес И Это Не Компромисс Или Например Ну Мне Там Нравится Вот Так Например В сексе А Человеку Это Больно Например И Я Такой Ну Ладно Я Пойду На Краме Я От Этого Откажусь А Ты Мне Сделаешь Там Не знаю Вот Это Минет Мне Сделаешь Там Да А Я Хорошо Я Вот Так Делать Не Буду Ну Нет Но Если Че Так Не Может Но Если Ему Это Больно И Тяжело Но Я Внутри Да Я Внутри Решу Что Внутри К сожалению Мне Здесь В сексе Вот Этого Не Будет Но Я Буду Искать Что Мне Хорошо Я Буду Человеку Сообщать Где Мне Хотелось Как Мне По Другому Нравится Я Буду Искать Какой Другой Вариант Секса Который Будет Меня Устраивать Но Этого Не Будет Я Буду Экспериментировать Я Буду Смотреть Иначе Что Вот Только Такой Я Могу Вот В сексе Там Вот Только Вот Так Да Только Вот Только В такой Позе И Все Я Другой Нет Я Только Так Вот Получаю Удовлетворение Нет Я Буду Смотреть Где Еще У меня Может Быть По Другому И Это Будет Тогда Какая Взаимная Игра Танец Где Мы Будем Оба Искать Где Вот Нам Сделать Хорошо Чтобы Это Обоих Там Устраивало Читаю Вопрос Прочитал Общаться Каждый День Это Ненормально С кем Общаться Не Понял Вопрос Общаться Каждый День Это Ненормально С кем Ненормально Общаться Я Вопрос Не Понял Извиняюсь Вместе Не Жили Встречались Когда Ему Было Удобно Но При Этом Еще Хорошо Было Если Б Я Не Писала Ему Неделями Его Словами Не Доставала Мозг Не Трахала Ну Смотрите Ну Человек Это Жи Про Энергию Любовник Любовница Ну То Смотрите Человек Организовал Свою Жизнь Так Что Это Нормально Вот В кавычках Нормально В смысле Так Бывает У мужчин Которые Рассматривают Женщину Как Любовницу Да То Есть Это Довольно Так Эгоистичное Желание Что Я Захотел Да Я Захотел И Я Вот Тебе Пишу Когда Я Не Хочу Ты Мне Не Пиши Вот Но Здесь Обычно Если Работаешь В психотерапии Вот С такими Там Мужчинами Ну Ты Ему Объясняешь Ты Знаешь Парень Но В следующий раз Ты Захочешь Она Скажет Нет И К сожалению Вот Эти Отношения Любовник Любовница Да Они Как Раз И Характеризуются Тем Что Как Ты Не Можешь Целиком Это За Исключением Папик И Спонсор Спонсор То Он Может Претендовать Я Даю Денег Я Тебе Дал Квартиру Я Хочу Трахаться Да И Это Если Я Захотел Ну Тогда Ты В доступе Будь А Не Так Что Ты Мне Говоришь Ну А Что Ты Мне Некогда Сегодня Ну Он То Ее Содержит Да То 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 Надо Было Считать Это Мужчина Который Хочет Быть Со Мной И Хочет Меня Трахать Тогда Когда Ему Удобно Это Такой Мужчина Дальше Себе Задается Вопрос Меня Это Устраивает Или Нет А Мне Например Хочется Нет Чтобы Я Тоже Когда Мне Захотелось Или Я Хочу Отношений Чтобы Был В Доступе Тогда Я Говорю Слушай Ну Я С тобой Готов Трахаться Если Ты Тоже Будешь В Доступе Когда Я Хочу Он Тогда Говорит Слушай Не Меня Это Не Устраивает И Внутри Тогда Вы Должны Смириться И Принять Нет Это Мужик Который Говорит Нет Он Не Готов Со Мной Играть На Равных Он Хочет Меня Только Сексом Со Мной Заниматься Сам Меня Трахать Только Тогда Когда Ему Удобно Нормальный Такой Эгоист Либо Меня Это Устраивает Например Либо Нет Если Нет Тогда У меня Внутри Должна Быть Эта Энергия Воитель Сказать Нет Мужик Меня Это Не Устраивает Вот Такой Вариант Иметь Меня И Ничего За Это Мне Нет А Если Вам Хорошо У него Такой Чумовой Секс И Вам Раз В Месяц Когда Он Меня Захотел И Вы Готовы Этот Месяц Ждать Когда Он Там Трубку Подымет Есть Условием Является Его Условием Что Я Ему Не Звоню Весь Этот Месяц И Он Мне Сказал А Мне Настолько Этот Секс Вообще Такой Кайфовый И Цена Цена Этого Секса Не Звонить Ему Месяц Но Это Тоже Решение Понимаете Тоже Решение Но Это Принятие Ситуации Смирения Вот Как-то Так Равновесие Так Так Фиг Так 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 Я Так Что Делать Вот У меня Один И Тоже Человек Спрашивает Дайте Чей-нибудь Еще Андрей 26 В браке Последние 6 лет Начался Трэш Кризис Ну Я Так Не Могу Однозначно Ответить Вот Ну Ну Действительно Как С карантином Скорее Всего Вы Оба Изменились Скорее Всего За 26 Лет Он Стал Другой Вы Другой Другие Потребности Скорее Всего То Для Чего Вы Вместе Соединились Его Вот Нету Вот Хорошо Здесь Начать С чего Посмотреть А я За кем Сейчас Замужем Вот Кто Мой Муж Второе Чтобы Чтобы Он Посмотрел Да То На Ком Я Женат И Третья Вещь Вот То С чего Я Начал Это Для Чего Мы Вместе Что Является Нашей Семьей Как Наши Отношения Они Нас 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 Что Мы Друг Для Друга Даем Что Получаем Да То Есть Вот Ради Чего Мы Живем Дальше Да То В чем Смысл Нашей Семьи И Может Быть Ваш Треш Он Заключается В том Что Вы Его Вот Этого Смысла Там Не Находите Ну Я Не знаю Я Так Сказать Не Могу Вот Это Точно Место Для Индивидуальной Сессии Для Работы Посмотреть Что Происходит Где Мое Недовольство Где Какие Конфликты И Многие Такие Вещи Где Застревает Вот Уже Не Вижу Да Системные Вещи Ну Действительно Их Надо Прорабатывать На Сессиях Вот Это То Место Которое Я Никакой Совет Такой Общий Дать Не Могу Вот Это Место Для Такого Разбора Честно Могу Сказать Ну Ладно Ребята Девчонки На Сегодня Заканчиваю Я Посмотрю Сейчас Вопросы Там Время Исходит Там В IGTV Какие-то Ролики Снимаю В директе Мне Можете Спрашивать Я Ваши Вопросы Все Прочитаю Вот Полезно Не Полезно Я Стараюсь Эфиры Если Они Интересные Я Там В Ютьюбе Буду Стараться Их Сохранять Вот Ну Вот Как-то Не знаю Если Там Что-то Какие-то Темы Там Всплывают Ну Давайте Потихонечку Я их Раскрываю Вот Есть Какой-то Материал Подымается Ну Я Говорю Не Все Можно В эфире Не На Все Могу Дать Ответы Может Быть Проще Там Сессию Вот По Интернету Тоже Можно Работать И Про Отношения Тоже Если Ну А реально Может быть Чтобы не Испортить Отношения В карантине Или Что-то Завершить Или Поисследовать Может быть Вам проще Как-то Внутри Сессии Скорее Вот эти Эфиры Они Как раз Чтобы у вас Внутри Что-то Поднялось Посмотреть И Может быть Проще Как-то Вот Быстро Там Какие-то Вещи Пока Оно Живое Пока Оно Горит Доделать Если Нет Записывайте Как-то Может Там Финансово Что-то Записывайте Может В следующем Эфире Я отвечу На ваш Вопрос Все С вами Был Вишняков Андрей До Завтра Тогда